Этим журналистам не сидится в городе. Свои шедевры они снимают, фотографируют и описывают словами только на воле – в полях, лесах и заповедниках. В конкурсе «Живая тайга-2015» приняли участие почти 100 корреспондентов со всего Дальнего Востока. Чита, по мнению жюри, вновь стала лидером как по количеству материалов, так и по его качеству. Поэтому было решено ввести Ирину Трофимову, которую уже прозвали основательницей забайкальской экологической журналистики, в жюри конкурса. Журналисты из Бирлоги дважды выигрывали гран-при конкурса «Живая тайга». Я ездила в качестве приза в путешествии по Монголии. И, конечно, я хочу еще, а у меня уже нет такой возможности. Конечно, грустно. Кстати, единственное, что хочет добавить в конкурс новый член жюри – это номинацию для операторов. А вообще «Живая тайга» – это прежде всего обмен опытом. С самого утра до вечера на берегу Японского моря специалисты из Всемирного фонда дикой природы России на протяжении пяти дней проводили мастер-классы, заряжали на новые подвиги и покорение многотысячных высот над уровнем моря. Самые яркие эмоции – это когда ты первый раз высаживаешься, первый раз попадаешь на берег Японского моря, стоишь на берегу и думаешь, господи, если меня сейчас увезут отсюда, все равно поездка уже удалась. Валерия Квашнина, Евгений Погорелый, ЗАПТ-ТВ